Наши культура, идейные братья англосаксы, англосаксоны, расставили по всему миру трап, ловушки, цуцванговые, патовые ловушки, которые по их буржуанскому оку, глазу, были выходом простейшим из ситуации. На деле они оказались патовыми, цуцванговыми ловушками для них же самих. И какой-то конченый Ленин, который говорил, что мы повесим буржуев на их же веревки, которые они нам и продадут, и тому подобного, тупта говорильная, анекдотная, на самом деле сбывается. Благодаря нашим братьям, так сказать, демократам, которые поставили вселенную ложь, обман, вводя это в культуру, спи-працуя, сотрудничая с Сатанюкой, Путиным, дьяволом и тому подобное, коммунизмом и тому подобное, тем самым, как грибы, давая развиваться таким дикарям, как Хамасы, Хазбулы, Ливанские, Шмаманские, Палестинские и тому подобное. Коммунистические везде режимы по всем примитивным, примитивейшим народам, которые поза культурой не только христианской, но даже имея христианскую культуру, они ее воспринимают как культуру богини Калле. Молитвы всяким своим вот этим идолам, языческим башкам. А англосаксы поставили на них, то есть, чтобы самим не бороться, чтобы не договариваться с цивилизацией европейской, с древнейшей германской культурой, в которой воровство, коррупция считалась оскорблением культуры, оскорблением нации, оскорблением общества и каралась жесточайше этим обществом. Натоместь, в таких странах наших братских, из которых походит наше солнышко, наша надежда Борис Джонсон, то в этих странах были воровские секты карманников. Лондон, Варшава, Харьков, Москва, Санкт-Петербург, Ростов, короче, вот так вот, по всей Европе. В то время, когда в Швеции нашей ныньке, братской ныньке, в Дании, кажется, тоже не помню, не знаю, и в Германии это каралось жесточайше, и люди боялись, и с культурой, с кровью это перешло в привычку, в культуру. По всей германокультурной логике, то есть по всей логике германской культуры, беженцы, это еще так называемые беженцы, должны были прибыть в Германию, и здесь культурно, не национально, естественно, этнически, ассимилироваться, чтобы они были примером, эти ассимилианты, или поехали когда-нибудь к себе на родину, и там эту культуру впроваджували в свое общество, чтобы дичь декуны взаимствовали немецкую, скандинавскую культуру построения общества, организации общества, чтобы они жили там себе в своих нациях, в своих этнических традициях, какой веры они хотят, в такой бы и жили. Но нет, они здесь не ассимилируются, и здесь они во Франкфуртном Мане возле вокзала арабы продают арабских проституток арабам в Германии, в Великой Германии. Даже невеликая, как бы, с обзгляду Германии Польша до такого не додумалась. О чем мы говорим? Выходят на улицу, когда Израиль есть союзником Германии сейчас, НАТО союзником, выходят арабы, и то, что было массакра там, людобуйство, это для них веселье, забава, счастье, шок. На чем полегали ловушки в 1918-17 году на России, что кучка коммуняк, инспирированная американским буржуа и европейским, так же ж, чтобы якобы ослабить царскую Россию, сейчас туда придут комухи, и они будут вечно слабые, то есть, к какому буржую такой делириус приснился. А, наверное, они были Байденами, Трампами и Масками. Один в бизнесе шарил и шарит хорошо, но не в политике и в геополитике. Другой Байден шарил и шарит хорошо в коррупционных геополитических схемах, политической коррупции, так попросту. И Трамп шарил и шарит только в бизнесе. И это перекладывает, вид зеркалю, его политику. Рузвельт шарил в социализме каком-то своем, который основан и жиждится на культуре, которую эту культуру привнесли в Америку. Кто? Китайцы, африканцы или немцы, англичане, скандинавы, ну и как бы европейцы. Чтобы из Америки получилась империя и тому подобное, демократия и тому подобное. На Рузвельт подумал, да нахер мне там демократия. Я же читаю газеты, как в России жить хорошо. Демократия там, воля, власть народу после 17-го года. А то, что там репрессии, голодоморы, это ему не поднесли, этому придурочному. Да пускай уже, о, Марк Солонин рассказывал. Рассказывал, вот этому эти вещи можно доверять. А про УПА нельзя ему доверять эти вещи. Рассказа. То есть, и Рузвельт тоже оказался профаном. Потому, что он не знал, как оно жить народу в бывшей Орде, в тотально воровском мире, азиатчине, которые, приходя в церковь, нашу якобы христианскую церковь православную, поклоняются исключительно своим желудкам, выгоде своей. И богини Калли, то есть, богини воровства, коррупции, продажности и тому подобное, всяких вот этих вуду, шмуду и тому подобное. Потому, что заявлять одно, а практиковать, это совсем другое. Что и практикуют россияне дабичи. То есть, чуток отъехал от темы. То есть, зачистка сектора газа, в котором сколько, два или два с половиной миллиона мешкансив. Как она будет выглядать. И как ее будет освещать Гутерриш, так званого ООН. Мы все понимаем и знаем как. То есть, зачистить, это все равно, что как в 1918 году, простой люд, народ России, России, был против большевизма. Но ничего не смог сделать с этим. Поскольку против большевизма была другая хрень. Это бывшая царская узурпаторская власть. Махновщина и анархия. Вот они и слескнулись. Выиграл, естественно, сильнейший. Выжил. И ничего, народ, тем более тупой народ. Воровитый народ, которому внедрили то, что он хотел быть тупым, бухим и воровским. Ему культуру воровскую, на тебе, пожалуйста, песенки и тому подобное. Фильмы. То есть, это я к тому, что как ты зачистишь 2 миллиона палестинцев? Это нужно им дать соответствующие дома, условия жизни европейские. Еще где-нибудь в Узи Турции построить конгломерат и туда их переселить. Но на сколько? На всю жизнь? Нет. Значит, им нужно дать какой-то другой лазурный берег, пешенебельные дома, чтобы они удовлетворились. Но они что-то удовлетворяются. Им же что-то классно, арабским жителям. Они что-то в сатисфакции едут и едут. Вот так и этих. Давайте переселим еще 2 миллиона в Германию. Сделаем им... Ну, их сообщество тут будет. Их политика. И израильтяне займут территорию, все эти дома, век построят новые, чтобы с бандитизмом не ассоциировались. Вот только так я вижу в этом. Другое, это умершвить, умершвлять этих жителей и все. И делов-то, да? Как с этим быть? И кто в этом виноват? Естественно, слабые, которые пошли против закона, это доводские буржуи в этом виноваты. Виноваты в Минск-1, Минск-2, ненадавание помощи Украине военной, которые завели эту хрень, всю войну, в пад. Такой же пад, как сейчас в Израиле. То есть вы говорите, что Давос как бы управляет миром. То на то и выходит, получается, что человек, миллиардер, миллионер, он на яхте плавает. Он гедонист, он удовлетворяется этим всем. А потом приходит как бы, типа как на работу в ООН, получает туда баснословные бабки. Или куда он приходит? В ЦРУ он приходит. Или в администрацию Байдена президента он приходит. И начинает думать над миллионными посылами информации, как же ему геополитически распорядиться с Украиной, с тем, с тем. Что он может подумать и придумать этот долбанный гедонист? Ничего путевого. Как бы обмануть? Как бы выехать на Шару, чтобы и самому не прикладываться, и чтобы оно как-то так вышло. А вот как-то так уже не выходит. Везде паты. В Украине эти байденюки пат сделали. Теперь в Израиле делают пат. Вы подождите, вы не спешите. Мир хоть и эмоционально думает, но вы должны рационально думать. Подумайте день-два рационально и поступайте рационально. То есть не сразу. Не сразу входите и зачищайте сектор газа. То же самое с Украиной. Давайте подумаем, давайте порешаем. Давайте Минс-2. Оружие мы вам не дадим, чтобы у вас эмоции не взыграли, и вы не пошли, не освободили свои земли, не освободили своих жен, детей своих, которые в концлагерях российских сейчас, и в хамасских концлагерях. Давайте подумаем еще. То есть это так говорят Гутерриши, администрация президента Байденюка и тому подобное. То есть преступление-наказание. Если ты творишь такие дела, значит ты должен жестоко наказать, быть наказан, как это делал Моссад по отношению к нацистским преступникам. А где сейчас эти наказания? В жопе. Нигде. Кто накажет Гутерриша за коллаборацию с Путиным, преступником-террористом? Кто его накажет? Он же памятник, да, ненаказуемый. Кто накажет тех, тех, кто... Этого Орбана, кто накажет? Кто? Да не кто. В пальто накажет. И в пальто будут все те потом, кто-хто, три буквы в пальто, кто не наказывают. Наказание придет к нему, в это пальто, в его нахрен. Придурки не понимают, что или должен закон работать, геополитический, а у кого закон? А в исламе там другой закон, там закон шариата, например. В индуистских странах там другой закон, богиня Кали какой-то. Или там Будды закон превращается в цветочек, в улитку, в яблочко. Такое, понимаете, дощечки. И у каждого свои законы, да, получается? Почему закону тогда... В Китае свои законы. Почему закону тогда доминировать на этой арене международной, нахрен? И удивительно, и неудивительно, что даже наш братуха Борис Джонсон отчебучил вот такое, что вы меня примите, я даже могу к вам в Украину приехать, жить там, гражданство получить. Ну я, значит, он любит русскую культуру и тому подобное. Тут много логик, почему он так сказал, что он, типа, любит русскую культуру, но не сказал, какую именно русскую культуру, на чём это жиждится. То есть... Он говорит, принимайте меня такого, как я есть. Но я люблю русскую культуру. Вот и всё. Если бы он сказал, что я люблю русскую культуру, потому что эта культура близка к тому не средневековому, а где-то до Первой мировой, после Первой мировой войны, Лондону, в котором были анклавы, везде убирали постоянно воров, там, где кодлы воровские воспитывались, хазы, малины, блатхаты, обворовали людей, грабили, насиловали. И в России это тоже самое было, та же самая культура. Она романтизировалась, эта воровская культура. Карманников, гопников, шмопников, вот эти острые козырьки, фильм о лондонском преступном мире. Вот это наши братья, это наша культура, она романтизированная, всё классно. Квентин придурочный Тарантино, блин, делает всякую хрень, культивируя, романтизируя вот эту всю хрень воровскую. За что в Германии рубали по просто, блин, нахерен, всю эту хрень воровскую. Вот если бы он так сказал бы, то, конечно, он бы выглядел полным дураком. А так он говорит, нет, вот там, то есть, надо, чтобы эти придурковые журналисты конкретизировали сразу нашего братуху Джонсона, Бориса. Что вы имели в виду, говоря это? О какой культуре конкретно? Достоевский, который писал там о преступлении и наказании, Му-му, ну кого ещё? романтизированная советская культура. О какой культуре он имел? Пускай бы сказал бы, а потом уже обрабатывали дальше об этом всё умы и журналисты. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok